Добрый вечер. Добрый вечер. С удивлением узнал от идеолога медведизма товарища Юргенса, что вы родственники. Хороший начало. Надо сказать. Начало хорошее. Так вот, коротко о себе. Дело в том, что Игорь Юргенс, он, как бы сказать, к сожалению, дали родственники. Почему? К сожалению, потому что он такой славный, мне кажется, человек, я его очень люблю, который был бы близким родственникам, и полезнее было бы, и приятнее. Но нет, мы с тем через длинное кольцо предыдущих станций, поэтому до родственники. Но что удивительно, вот этот разговор, Гусман всплыл в нашем разговоре с Юргенцем, когда была затронута тема антисемитизма. Но это исходило с того, что Юргенцем выяснил, что немец, но страдал от антисемитизма, потому что породился с Гусманом. А Гусман, вы, стало быть, я не брат вашего, имею в виду, а вас. В разговоре с Познером уверяли, что антисемитизма вообще не видели никогда и не сталкивались. Вот здесь показания не сходятся. Рассказываю, как на духу, гражданин начальник. Рассказываю. Это другая ветвь Гусманов. И Юргенцем не бакинский гусман. А я говорил только про один город, про Баку. Отвечаю я по всем вопросам за свой Баку. По антисемитизму, по уважению к старшим, по красоте города, по замечательным фруктам, по песку на Абшироде, по Каспийскому морю, по запаху фисташек летом в Ордокянах. Я за них отвечаю. А вот за гигантскую страну, переполненную антисемитами хотя бы раньше, это мое оценочное суждение, что потом вас не прикрыли. Я не могу говорить. Но в Баку, что удивительно, и я не устал повторять, вообще не было не только антисемитизма, не было никакого национализма. То есть он где-то бушевал, в этих кастрюлях грелся. Но в городе, в котором было почти треть армян, и огромное количество всех других национальностей, я учился в 160-й школе, лучшей школе, одной из лучших школ города. И я понимал вообще ребенку, что Васильев и Васин русские, Керимов, Мамедов, азербайджанцы, саркисовные, соокеан, армяне. А кто такой Валерий Огорунов? Я не знаю до сего еще дня. И более того, скажу, что лезгины, курды, там это все намешано. И, говоря уж про ту самую школу, когда я ее заканчивал, у нас был выпуск человек 60, ну, в двух классах. Ну да, и золотые медали получили два армянина. Да. Вы любите это рассказывать? Нет, это я, это, нет, если бы ты не задал этот вопрос, прости, мы с тобой на «ты», поэтому я не могу, я сбиваюсь для красоты картинки, я не могу говорить «ты». Поэтому, Женечка, там так, что если бы не спросил, я бы не стал бы повторять эту мантру. Но это действительно правда. Самое смешное, что я многие вещи рассказываю, потому что, как и в твоем случае, не верят. Вот люди, у нас так привыкли. Ну, смысл навык. Да, не верят. Вот это так. И меня много раз спрашивали, что вот, Бако, это мифы, легенды, предание старины глубокой. Ну, нет, я жил в семье на улице Петра Монтина с папой профессора, мамой профессора, и мы их были друзья вообще все. А жили мы по нищим, как нищие, потому что у нас не было… Да, все так жили. Ну, что же. Не совсем все. В том же городе, где я жил. Нищие. Черную икру ели каждый день килограммами. Нет, во-первых, икра – другая история, но она еще более смешная, чем ты думаешь про килограммы, потому что после войны, а я послевоенное дитятел, значит, после войны единственный продукт, который был доступен, достали вообще, и его носили по домам. Пять рублей полкило стоило. Да, слушайте, по-моему, ты уже с моим братом на этом все поговорил. Нет, я все отслушал, что вы рассказывали. Пять рублей, действительно, и это и моя няня, и моя украинка. Вот что значит, интернационализм и дружба народов. Значит, я по-украински… Говорили лучше на пяти лет. Ну, как суржик, и по-зербайджанскому понимал лучше, чем по-русски. Некоторые начальные годы своего становления. И вот она давала, папа был, значит, он просто прошел всю войну, как и вам, естественно, и ему давали паёк, хотя он был главный врач, главный терапевт Каспийской флотилии. И я тебе утром делала кусочек хлеба из пайка, два кусочка сахара, чай такой, и сверху совсем тонкий слой масла, потому что у него была вот столечка, и вот такой слой икры. Поэтому я до сих пор храню этот запас. А вот то, что папа военный был, это ощущалось? У него форма была… О, да. У него была такая форма. Вообще красивая была форма. Я обожал, когда он меня, ну, как в любом советском фильме, сажал на плечи, и шел… Ну, глядя на мою тушу сейчас не скажешь, но сажал на плечи, и шел на парад. И у него была моя мечта, и потом Мишина мечта. То, что он не решал нам трогать, только иногда показывал. Кортик. Кортик входил в форму, да, он был капитан второго ранга. И, ну, в общем, больше гордости и любви, чем мы испытывали, говорю, за себя и за моего брата, к маме, с папой. И это было не только ощущение, ну, даже семьи такой, да, вот, папа, мам. А они до сегодняшнего дня, хотя я уже дедушка, да, до сегодняшнего дня умнее, лучше, благородней людей я не встречал. И это не просто вот иллюзия, что солнце у нас было самое жаркое, а море самое теплое. Это правда, хотя мне очень повезло, да, друзей, и вообще никогда не общался с противными рожами. А это вот точное выражение замечательного писателя несчастья недавно ушедшего и жизни нашего друга Максуда Ибрагимбекова, который, и вот тот был такой, первый, такой любимый, он гласит, давайте выпьем за наш стол, за которым ни одной противной рожи, что по нынешним временам большая роскошь. Это правда. Да, да, но я, надо сказать, у меня, из-за того, что у меня очень на возне хороший характер, и одновременно кажется, что я такой веселый, открытый, все, на самом деле я общаться по-настоящему могу только совсем небольшим количеством уважать, нет, нет, общаться, не в смысле поговорить, посмеяться. А в застолье имеется в виду? Да не застолье, а вот, кто же знает, что друзья там, или, ну, в общем, у меня там и сейчас еще хуже. К сожалению, на мой взгляд, это выглядит, как такое, знаешь, брюзжание пожилых людей, но на мой взгляд, совсем класс, качество человеческого материала меняется, не только здесь, но, мне кажется, в мире, потому что... Такой глобальный процесс, такой, что новое поколение... Я не знаю, про поколение не скажу, мне кажется, молодежь замечательная, но вот середежь такая между молодежью... А, то есть середежь гнилая. Да, середежь, может, не гнилая, но вот избрание Трампа, например, меня просто потрясло, все мое уважение к Америке, оно просто ударило под дых. Но у меня были такие... То есть ваши все родственники голосовали за Хиллари? Я, честно говоря, не изучал этот вопрос, и я... Не, правда, это как-то, как спрашивают, какая зарплата. Не, ну, вы сами эту дверь открыли, вы сказали, что... Нет, нет, я не собираюсь ее закрывать, я только открыл ее для себя, потому что я был очень удивлен, как избрали Трампа. Не может, Хиллари, я большой болельщик, я разделяю там всякие сомнения по поводу ее и сути, и по поводу ее бэкграунда, но Трамп удивительно, на мой взгляд, существо для... Долгий разговор, но... Это действительно у нас, как бы, традиционно первая часть беседы, она семейная, но вот вы, поскольку вот эту тему затронули, недавно совершенно общался с очень известным адвокатом нашим соотечественным, который имел беседу с Харви Байнштейном. И Байнштейн, кстати, ему сказал, что это он спонсировал все эти... Помните, ролики были, Де Ниро говорил, что Трамп – это бёс там, они все говорят, что они уедут из Америки, и что сейчас ему прилетело, вот, как бы, ответок. Здесь два вопроса сразу возникают. Первый, как вы вообще относитесь к тому, что люди из, условно говоря, ну, вашей среды, я имею в виду, театральные, киношные люди, то есть, ну, телевизионные, то, что, условно говоря, богемы, я называю, бывают вовлечены в политический процесс. И в Америке у нас. Это первый вопрос. А второй, наверное, попозже, вы ухватите, ответите только на второй, а от этого идите. Не знаю, ну, вот, на первой, я вообще не могу, не разделяю людей по национальному, этническому, российскому, социальному. Поэтому вопрос, люди увлекаются политикой. Я, например, всегда увлекался копейки и бежилеты. Вот меня интересует. Ну, если я был бы врачом-психиатром, как я должен был стать, законченный институт, если я был бы летчик-космонавт, которым бы я не стал, ввиду того, что не залез бы в капсулу, я бы все равно, мне это очень интересно. Мне кажется, что политика вообще, это сегодня главное шоу, которое разворачивается на глазах современника вообще у человечества на Земле. А когда политики это делают искренне, по зову души, а не за деньги, не по звонку, не по приказу. Я-то имел в виду именно ангажированность проплачена. Ну, а, Женя, мы с тобой знаем... Ну, почему? Это же какого-то профессия. Мы знаем про проплаченность, про проституцию, скажем так, так много, прожив жизнь. Больше, чем хотелось бы. Да, поэтому, ну, как это может быть? Все зависит от... Всегда же можно себя уговорить. Вот ровно как долгий разговор про сексологию и про путан, но всегда можно себя уговорить, что быть путаной лучше, чем быть верной женой. А что жена? Таскает кошелки, значит, ну, как средняя жена, да? Стирает белье, нянчит детей, иногда муж в пятницу ее ласкает. А что путаной? 700 долларов, шведы, норвежцы, японцы, роскошная жизнь, безопасный секс, и большие деньги. Нет, я имею в виду, что все эти моральные и этические понятия, они все сдвинуты. Сдвинуты у человека в башке, они не сдвинуты в обществе. Но когда тебе внушают что-то, что делаешь ты в своей работе, что делаю я, а уж кто-то делаю там какие-то на больших каналах каждый вечер, то человек начинает постепенно понимать, что размытый критерий, жизнь одна, и очень хочется ее прожить. Ну, как-то... Вот я сейчас слушаю, вспоминаю, что я читал, что вы очень увлекались гипнозом. Вот я смотрю, гипнозирует меня Гусман, пытается вот мне... А потом скажут, дайте 10 тысяч рублей. Второй вопрос связан с... Это не гипноз. Дело в том, что я же был депутатом Государственной Думы. Зампредседатель по геополитике. И худшего времени, чем два года в Думе. Я никогда не видал единовременно или одновременно столько неприятных людей. За всю мою жизнь до этого. Потому что я там просто обалдел от тех слов, от тех лиц, мягко говоря. Но все равно не жалею, потому что даже как не жалею, что я медиаистуд, аспирантуру закончил. Потому что есть такой замечательный рассказ у Ираклия Андроникова, где там нашли калошу, если ты помнишь. И на ней были инициалы М.Л. И решили, что это калоша Лермонтова, литературоведы. Потом долго исследовали, выяснили, что не Лермонтова. И он сказал, напишет, что ну что ж, хорошо, выяснилось, что точно, что найдена еще одна калоша, которая не принадлежит великому писателю и поэту Михаила Юрьевича Лермонтова. Вот я тоже выяснил, что заниматься политикой я бы больше не стал бы. Но это интересно. А теперь второй вопрос, который... Тоже сопряженный со скандалами вокруг Харри Иваньштейна относительно харассмента. Вот вы любите вот эту песню, что хотим, чтобы у нас было как в Америке, что вот более толерантное общество. Я помню, что... Но это не песня, это стих. Да, вот тезис. Вот мне-то кажется, что у нас и не должно, и не может быть, как в Америке, в частности, мне кажется, что скандалы, связанные с сексуальным преследованием, у нас просто не приживется, потому что у нас и женщины по-другому смотрят на это, и мужчины. А вы не придерживаетесь этого мнения? Да, опять, это очень серьезные, большие и, мягко говоря, научные вопросы. Я начну... Ну, вы же научный человек, вы же психиатр. Я готов. Я начну с другой стороны. Все разговоры о том, что есть какое-то геополитическое, да, вот живем возле теплых морей, или северные народы, или в Африке едим бананы, что это предопределено, что итальянцы никогда не будут так что работать, как датчане, ну, потому что они южные, танцуют, поют и едят пасту. Вот все вот эти человеческие заблуждения. Это заблуждение? Вообще, термин по названию у нас никогда не будет. Есть два примера, которые человечество экспериментально, кроваво поставило над народами. Ну, например, восточная Германия, западная Германия. Они потом привыкали к друг другу, и до сих пор не кончилось. То есть оси и есть. Хотя один народ, это вообще одно море, один язык, одна культура, ну, несколько, десятков лет было общего бескультурья, скажем так. Или еще более трагический пример, это Южная и Северная Корея. Как, куда разошлись эти дороги? Вот ты говоришь про харазм, что мы никогда. Уверяю тебя, и это не я придумал, или я придумал параллельно со всеми. Если не гипноз, а вот так телевизионно, как сейчас наша блистательная телепропаганда проводит правильные, по мнению заказчика, вещи, что нужно три месяца, не полгода, не год, а максимум три месяца, если ты переключишь вот этот тумблер, и все было думать по-другому. Но это какая-то история с человеком непонятная. Он просил сделать его массаж, а ты скажи, да пошел ты, я не буду делать массаж. Что? Он никого не заносил, никого не душил подушкой, никого не нокаутировал, никого не уваживал ножом, а я знаю множество случаев из беспутной жизни моих знакомых из прошлого, у которых все это было, упаси боже, не у меня, но у них это все бывало. И дело в том, что настолько это странно, что я думаю, что самое главное, как на это реагирует умный Харви, который, дай бог, не говорит, что я примерно млекачу. Если бы он это сказал, его бы растерли. Не только выгнали собственной студией, не только мы, он бы вообще до Марса бы его преследовали, а он сразу покалывался, поехал туда лечиться в Аризонну, специально где ему там будут делать клизмы. От чего он лечится? Это как бы, ну как бы, нервная система, необуздное сексуальное влечение. Я знаю столько людей с необуздным сексуальным влечением, которые не только не лечиться, а наоборот очень гордятся. Это вообще вопрос такой. Но я скажу, что очень многие мои зарубежные и знакомые интеллигентные люди жутко осуждают старика Трамп, этого Вайнштейна. Вайнштейна и вообще искренне. Нет, искренне, уж конечно искренне. Кого это вообще волнует этнические. Нет, эти все компании абсолютно не заказные. Вообще там заказать довольно тяжело, потому что нет, не через глаз косой. Их так заказчиков очень много. Не потому, что натура американского, английского или французского избирателя, гражданина такая чудная. мы видели то, что виши было, мы видели и предательство, мы видели и пошлость, мы все много чего видели. И совершенно это все нет таких, что в белых одеждах ходят французы и в жутких тряпках ходят какие-то там мексикации. Нет, это чепуха. Но эти все компании раздуваемые, конечно, и опять раздуваемые не потому, что приказ пришел, а потому, что это сегодня бабки, это сегодня рейтинг, это сегодня носят, идет эта волна. Ты знаешь, вот мы с тобой, а ты очень хороший... Ой, Ой, как я это люблю. Сейчас я... Я же должен тут же обратку какую-то сказать. Оставьте мне вторую часть программы для этого. Давайте вторую часть программы я буду. Я тебе правда говорю, совсем мало людей у нас умеют слушать. Спасибо. Говорить умеют практически все. Спасибо. Во второй части я буду говорить и буду говорить про КВН. Итак, КВН. В контексте неприятных известий насчет Александра Маслякова недавно хотел бы задать вопрос. Когда вообще, в какой момент КВН стал превращаться в бизнес? Ведь не в 60-е, не в 70-е. Когда? Меня вообще очень раздражает и не радует ни волна против Харви, ни волна против Хилари, ни волна против кого-то из наших замечательных и незамечательных людей, и ни волна против Александра Васильевича Маслякова. Потому что я с ним знакомый, дружу с 1900, извините за выражение, 1966 года. Ну, согласись, это достаточно большой срок. Это большой срок. Даже Дантес в замке Ив получил значительно меньше. Я застал период, когда Саша Масляков со Светой работал с своей супругой режиссером, работал на телевидении, мягко говоря, ютились в очень симпатичной ночи маленькой квартирке на Арбате. И даже номер 12. Как и все ютились. Вот тогда ты прав, тогда может были, но я не видал вот таких супер список Форбса, да, вот эти ребята вчера. Фонтаны из икры, Фонтаны из икры, может, и кто-то сделал бы на даче Кагановича, но я никогда не знал. Там были хорошие, может, и зарплаты, или плохие, но они были совсем бедные. КВН никогда не был бизнесом. Элементы бизнеса, то есть элементы дела в переводе на русский присутствуют в КВН достаточно давно вместе с переходом страны от государственного управления всей экономикой и всем телевидением перешел в эту самую модель продюсерско, да, продюсерских проектов. Ну, вот, например, твой проект. Я не знаю ничего про его, как устроено его менеджмент, как устроена его финансовая организация. Ну, я вот, когда зашел, я увидел четыре камеры, прекрасно поставленный свет, хорошо выбранная локация. Уходите от ответа. Нет, 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 я вообще никогда не к тому ответа, то есть не ответственности. Я просто хочу сказать тебе, что если это частный продюсер, то он идет на то, чтобы из любви и уважения к программе Додрева, он берет два фотоаппарата, а не один и прямой свет в лицо, как совсем недавно снимали. Если это государство или в студии снимает, то это, значит, тоже уважают этого человека. Мы уважаем гостей в нас. Да, я подставка до микрофона, как говорил председатель. это старая штука. Я, значит, не подставка, а я подбородок, как я сказал на микрофон. Да, дело в том, что я вот сейчас читал вот все эти, так скажем так, наветы, наезды и все прочее. На Маслякова? Да, на Маслякова. И мне все казалось, что вокруг военный коммунизм. или, по крайней мере, нам стоять на месте. То есть все работают стахановцы, и вдруг появляется какой-то днепмен, который, блин, что там тебя приватизирует? Что ты химичен, когда вокруг у него ни алюминий, ни нефть, ни газ, ни лес, ни хлеб, ни курицы, ни помидоры не приватизированы. Никто вот, а вот вдруг как-то случилось, что вдруг все продюсерские центры и все киностудии, практически все частные, все снимают. Почему произошло так, что Масляков и почему не заслужил того, чтобы по законам нашей страны дело, которому он дал жизнь и который спас в 1986 году, потому что если бы он не возродился, только он силой авторитета и силой работы его команды, в которую я имел честь входить, и это не потому, что я защищаю или подружбу, я просто говорю, что никаких законов, вот на моих глазах, то есть я, может, что-то не знаю, никогда в КВН ничего не нарушалось. Например, я в КВН играл, значит, был чемпионом страны дважды и сижу в жюри 30 лет. Не было ни одного случая, чтобы нас пытались коррумпировать, подкупить. Подкупишь вас, конечно, вы там сидите с Эрнстом, кого там подкупать, у кого есть деньги. надо подползти к Эрнсту с 50 тысячи рублей сказать, поставить. Но это практически и не очень возможно. Я объясню, почему. Ну, вот ты должен понимать, как профессионал, стыдно безумно, когда очень плохая команда вдруг себе пять, 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 она выиграет, понимаешь? И никто нам, ну, могли же позвонить, попросить. Уважаемый человек Кавказа, уважаемый человек из администрации президента, уважаемый друг, уважаемая девушка, хоть бы одна собака. Я был в доме два года, я слышал легенды про Думу, я опять обратно вернулся, не волнуюсь, никто никогда ничего мне не предлагал. Я подчеркиваю, я не могу сказать ничего про то, что ай-яй-яй, кто-то взял взятку, потому что, ну, хоть бы кто-нибудь. Я однажды услышал, прочитал в газете парламентский вестник, что в комнате, как сейчас помню, номер восемь, за полцены продают жигули для депутатов. Я подумал, что хотя бы машина не нужна была, она нужна, а как мне воспользоваться. И пошел искать. Я не нашел эту комнату до сегодняшнего дня. Это такое везение, ты, может быть, по своей жизни замечал. Ну, например, ты вот, я тебя вижу на экранах в разных качествах, тоже лет восемьдесят или девяносто. Ты скажешь, ну, почему-то, вот почему-то не играет кругом кимвала, не вносит в себя слоны, там, не возят и лицо красивое, и фамилия нееврейская, и очки, и смех, белые зубы, умные таланты. Есть такое правило, вместе с Харви там свою Харю показывали многие, почему-то ему не подверг. Значит, я еще раз говорю, что Масляков, когда началось это все, он постепенно стал гораздо больше зарабатывать. Но это и можно, и правильно, он сумасшедший популярный ведущий, и он совершенно официально стал там вести, зарабатывать. Там много были слуха, например, не связанных с приватизацией, что каждая команда должна была там дать 20 тысяч, предположим, рублей, чтобы участвовать. Но это смешно. Неужели ты думаешь, это тот самый взнос Эрнсту или Кому-то, или Маслякову? Это потому, что там есть огромный количество превходящих вещей, которые окружают команду, и которые входят в такие расходы. Нет, я понял. Хозяйственные перевозки, переноски. И опять, я не был никогда, к сожалению, никаким ни инструментом, ни участником АМИКа, то есть корпорацией. Я всегда был приглашенный, любимый, но вот не участник. Но я всех знаю там людей. Как ты понимаешь, всех. А ни один из них не производит предчинение человека. Знаешь, мы такие ловкие, хитрые, вороватые, не похожи на администраторов из провинциального театра, а масляковки похожи на тех, кто может позволить вокруг себя расцветать плодам зла. А теперь, когда вот вся эта история с этим домом, она тоже развивалась на моих глазах. Ну ладно, я не хочу быть в эти детали, я понял, по-другому. Я просто объясняю, это не потому, что я рву рубашку в защиту друзей. Я более тебе скажу, вот мы с тобой почти не знакомы, то есть мы с тобой знакомы тысячи лет, но так не то сказать, что каждый вечер выпиваем парюмочку. И у тебя тоже вот не получается скоробиться ничего. Не несут, не дают. Не дают, скажем, почему программа, давайте, давайте еще раз поговорим уже про кино. А это вот так и сказать, кто-то в детском саду, может накопить большие деньги, кто-то в госбанке и в казначействе будет честный. У меня есть любимый пример, ну просто, может, программа человеческая, у меня много лет с вами работает Антонина Федорна-Харченко, еще со времен Дома кино, где я был директор, она была администратом, а потом стала моим помощником. Честь, она делала честь русскому народу, как вот, как моей жены мама, знаешь, такая честная, умная, абсолютно светлая, строгая, моральная женщина. Вообще, ну просто, нельзя нигде ставить пробу, потому что она лучше всякой пробует. Очень скромная, очень небогатая. И мы работаем тысячи лет, она старше меня немножко. И я всегда, когда приглашал ее, когда шла вот по лестнице Дом кино, администратор, мой помощник, я всегда понимал, что, ну, в лучшем, ну, наверное, какая-то была библиотекарша, или учительница где-то младше классов, ушла на пенсию, потом попала в Дом кино. И однажды я узнал, жил случайно, что это по советским правам очень скромно живущая, суперскромно живущая женщина была много лет начальником главного управления золотодобывающей промышленности и торговли золотыми изделиями Министерства торговли СССР. У нее нет ни одного, никогда не было ни одного тоненького колечка. И когда мы шутя, знаешь, что чудо-тех, она, конечно, с работой с нами сто лет, она с юмором замечательная, я говорю, что ну как же, Латвина Федоровна, хоть что-то вам... Да, мне пытались иногда принести, но я их так однажды погоню, что... Это все из какой-то вот, из другой жизни, из которого... И рассказывать как-то неудобно. И то же самое, я сказать, это не история про Маслякова, потому что он нормальный человек, он умеет жить, зарабатывать и правильно делает, и он создает вот эту фирму, в общем, когда человек руководит империей, в которой минимум 12 миллионов человек играет в КВН, и когда у нас десятки, ну под сотню региональных лик, да, таких городских, в Казахстане, то, естественно, этот человек влиятельный, уважаемый властью, любимый народом, с передачей, с высочайшими рейтингами, находит способы в легальном поле нашей либеральной финансовой экономической страны, честно зарабатывать, и его сын, тоже телеведущий, его жена, режиссер, поэтому я очень хочу, чтобы они были богатые и счастливые, потому что слишком долго, и твои папа с мамой, и мои папа с мамой, слишком долго вся страна жила очень нехорошо, и вот сегодня зря удивляются, что все так боятся за стабильность, это не только там мир, война, это еще потому, что никогда русские, советские люди не могли идти по этим магазинам за полными продуктами, понимаешь, ну да, может купить можно немножко, но я помню это, никакой колбасы, понимаешь, эти электрички, пустые полки, да, и конечно, сегодня люди ужасно боятся, что вдруг все это исчезло, как в 90-е годы мои любимые, которые называют рискованными, потому что там был запах свободы, называют их святыми, я не знаю, как насчет святыми, хотя, но мне кажется, что это был шанс, было время возможности, но шанс очень тяжелый, безумно тяжелый, но шанс был, да, близко к тому, о чем мы говорили относительно Маслякова, Гоголь-центр, вот вся эта история, вы были на премьере Нуреево? Нет, я уезжал, как вы относитесь к тезису, который озвучила одна достаточно известная журналистка, что вот если бы все люди, которые пришли на премьеру в Большой, испарились одномоментно, в стране стало бы легче дышать, как вы можете прокомментировать такое заявление? Я с ней знаком, возможно, чудо-человек, пусть она просит, я не скажу слово дура, я не имею права, но мое целичное суждение, что там ума немного. Я расскажу вот почему, еще тоже, я, знаешь, как все армонисты говорю ассоциациями, когда я попал в дом, я поразился, сколько одномоментно здесь сидит неприятных людей. И что говорят те коммунисты и жириновцы. А я такого никогда не видал раньше, не слышал подобного. Поверь мне, что я такой ужас. И я подумал, правда, я был добрее, чем она, я подумал, что вот бы этих всех посадить на самолет и повезти их там в Лондон, Париж, Адис-Абеба, Лиссабон, Аделаида по всему миру и показать, как живут люди. А в дороге дать им чтение только Солженицын, Архипелаг, ГУЛАГ, а Деде Ивановичи, можно, Шаламова, Речи Сахарова. Они вернулись бы другими людьми. Они все поездили много раз, купили много Максвара и всяких Шанелей, но у них не изменилась психология. Дело в том, что я не очень близко дружу с Серебряковым. Я был на его нескольких спектаклях. Те два вещи, что я видел последними, там, по Некрасову, еще, мне очень понравились. А было до этого, что-то мне не нравилось. Я охотно понимаю, что есть люди, их много, которым не нравится Иисус Христос, сверхзвезда, и незнакомые мне оперы Вагдера Тангейзера, и творчество Серебрякова, и Богомолова, и Ижи с ним, и мне тоже иногда многое не нравится. И мне, как зрителю, и как профессиональному режиссеру, и человеку. Очень многое не нравится, что делают другие консервативные режиссеры направления не чуждого и не дикого. Иногда, на мой взгляд, страшно примитивного. Иногда, на мой взгляд, страшно какого-то, в общем, стыдного для нашей великой культуры. Но никогда нельзя вмешиваться с суковатой палкой и даже с тонким ланцетом в культуру и искусство страны, которая породила гениев. Потому что Серебряников, по мнению не этой дамы, а много других дам, мужчин и, наверное, гетеросексуалов, а может, там еще есть Гермафродиты, которые считают его гением и носят на руках. Категорически неправильно вообще к этому подходить. Сказал когда-то Мао Цзэдун пусть расцветают сто цветов, пусть соседствуют сто искусств. Потом была культурная революция и там вытоптали все сто цветов и сто искусств на некоторое время уничтожили. Потом все вернулось на книги своя. Вот мне бы очень не хотелось, чтобы не буду их называть, потому что не хочу обижать, но вот эти группы людей, которые шастают по Москве и не по Москве, обливают мочой, оставляют вонючие запахи, им не нравятся выставки, все больше обиженных. Мы делаем страну безконечно, все друг друга обижаются. Если мы, по крайней мере, декларируем, что это демократическая свободная страна с ограничениями, с огромными многочисленными законами, то нельзя, но все равно, то если вы не ходите, я на телевизор практически не смотрю, хотя я люблю телевизор. Вы так все сейчас говорят. Я не говорю, я не смотрю, я смотрю спорт, развлекательное телевидение я очень люблю, потому что оттуда я, я считаю, что вообще у нас развлекательное телевидение, например, на первом канале в моем родном, оно одно из лучших в мире, это я, хотя там вот иногда оно и часто по лицензии, но все по лицензии нужно сделать не дурку, не дурку, а красиво, замечательно. У нас очень много талантливых людей, талантливых ведущих, а как только я слышу ненависть, злобу и ложь, даже мы с тобой, я тоже про тебя кое-что читал и кое-что видел. И мне кажется, что у нас с тобой разные предпочтения во многом политические, разные представления о жизни и развитии страны и разные, не скажу убеждения, это слишком пафосно, но разные какие-то вкусовые тоже. Омерзительно обсуждать балет. Кстати, я очень рад, что этот балет был. Я считаю, что бывают финансовые нарушения, и в них надо разбираться, но в этом не нужно было устраивать маски-шоу с положением на пол людей. Пригласили бы, поговорили, никто не святой, и ни Масляков, ни Серебриков, ни я, ни ты, и надо спрашивать и отвечать. А я рад, что люди совершенно разных политического зрения могут нормально совершенно общаться и говорили друг другу то, что думают. Спасибо.